Дина, давай поговорим об обращениях. Как нужно обращаться к незнакомой женщине, к незнакомому мужчине, к друзьям, в каких ситуациях? Зависит ли это от возраста и как вообще у вас это все? Да, в принципе, так же, как и в России, есть свои коды обращения. Если абсолютно незнакомому человеку, не особенно важная разница, лишь бы взрослый человек, не ребенок, не мальчик и не девочка. Тогда, в принципе, не знаешь, как зовут сеньор. Если очень молодой, может, жовень, молодой человек. Но жовень у нас не может быть жовень, может быть девушка тоже. То есть, может быть девушка или молодой человек. Это нормально? Это нормально, жовень. Но обычно это говорят люди постарше. Если я скажу жовень, странновато. Ну, значит так, общее обращение у сеньор и сеньора. Когда ты не знаешь, как зовут человека на улице, с незнакомым. А если знаешь человека, да, это если уже взрослый человек. Тут со словом сеньора и дона тоже есть. Вот тут есть разница. Иногда меня называют Дона Алла и я не понимаю, от чего это зависит. Это ключевое. Зависит именно от того, что ты сейчас сказала. Дона Алла. От имени. То есть, просто Дона никто не говорит. Говорят Дона что? Дона Алла, Дона Дина, Дона Мария, Дона. То есть, когда есть имя, чтобы называть Доной, ты обычно знаешь имя человека. Да? Дона, Дона Мария, Дона Фернандо, Дона Патресия. Если мужчина, ты знаешь все равно сеньор. То есть, мы не говорим дом. Потому что на самом деле, дом – это женский род от слова дом. Дом выпали у нас, а дом осталось. Поэтому. А если знаешь, как человек зовут, тут уже зависит от личных отношений, естественно, да? Если обращение на ты, тогда просто по имени или по кличке. У нас очень распространенная система кличек, да? Не знаю, там. Особенно в семье, в семейном кругу. Ну, не только. Далеко. По работе, например, мне всегда на телевидении, когда я работала, у меня хуса. Никто не знал, как меня на самом деле зовут. Была хуса и хуса. То есть, обычно люди по кличкам тоже очень приняты. Но, естественно, это когда уже есть какая-то знакомство. То есть, когда люди знают друг друга. Тут один интересный момент у нас. Это после некоторого возраста тебя начинают опять называться Мнина. То есть, Мнин – это девочка. А потом Мнин – это может быть уже старая женщина. Или, например, мой сосед, ему 80 лет. А он мне всегда, всегда говорит Мнина Дина. То есть, для него я Мнина. И это абсолютно нормально. То есть, после какого-то возраста, либо ты… Вот у нас была соседка, где мы жили раньше. Там ей 90-то, и мы все Мнина Мария. Мнина Мария. Почему это я не знаю? У нас это принято, Мнина. Либо это уже очень старая женщина. Ну, либо это старые люди к молодым на 50 лет, например. То есть, когда чем… То есть, если сравнительно к тебе молодой, это Мнина. Может, вполне быть Мнина. Мнина – это считается довольно нежное обращение. Если мне нужно, например, подозвать официанта в ресторане, как мне лучше к нему обращаться? Обычно мы просто говорим, ой, «профавор», «подвираки». То есть, мы избежаем вот этому прямо обращению. Но если нужно, тогда «снёр». Это «снёр» или «снёр», «профавор», «уснёр», «профавор», «подвираки». Обычно просто ты, когда хочешь, чтобы он подошёл, «профавор», просто так. «Профавор» они обычно понимают. Но если нужно обращение, «уснёр», если не знаешь, как зовут. То есть, в общем, «сеньёра» и «сеньёра» этим вполне можно обойтись. Это всегда будет уместно в любой ситуации и с людьми практически любого. Да, если не очень молодой. Потому что звучит просто смешно. Если парню, не знаю, 15 лет, и ты ему на «снёр». Это просто смешно. Просто обычно, когда мы начинаем, вот преображение, мы начинаем обычно, «профавор», то есть без этого, без «вы». Да, не сказать слово «восе» в начале у нас. Хотя мы часто... Кстати, это миф. Я много раз уже слышала, что в Португалии мы не говорим слово «восе». Это неправда. Мы очень часто говорим именно слово «восе». Разница в том, что мы его не произносим в начале... Вернее, мы даже в начале можем при прямом обращении сказать «восе». Это вполне... Проблема в том, что мы знаем, когда, каким, тоннами, с кем и кому. Это говорит... Потому что это очень опасное слово «восе». Как раз оно имеет два значения, причём противоположное. Либо это «вы» уважительное, либо это «вы» отталкиваемое. «ВЫ». Оно довольно холодное слово. «ВЫ». И сказать это, например, старому человеку на улице, незнакомому, он правда может... Я видела. Я присутствую уже в ситуации, где человек обиделся, когда ему обращаются иностранцы. «Восе». Потому что для нас «восе» это почти оскорбительно. И в начале, при прямом обращении. То есть «восе» можно сказать обычно в середине. «Восе» нужно сказать уже человеку, который ты знаешь. Удивительные уроки португальского языка.